Ну что ж, мои дорогие друзья, всем большой привет, с вами, как всегда, я Дезерсир, и мы продолжаем проходить масс-эффект, собственно говоря. Давайте посмотрим, что у нас есть новенького. Я думаю, что мы можем немножко закупиться, мы спасли кассами, я плетал всю эту небольшую систему и посмотрю, что можно улучшить, чего нельзя улучшить, улучшение брони. Вот можно какой-нибудь сделать, например, урон техническими, а вернее щиты, полностью восстанавливать щиты, можно вот сделать вот эту штуку, но у нас очень мало платины, поэтому пока подождем. Это можно сделать урон технических умений, почему нет. Модификации корабля, посмотрим, что он может сделать. Так, нам нужны очень много платины для того, чтобы сделать это усовершенствование. Ладно, давайте посмотрим в прототипах. Так, интенсивная подготовка. Шепард может изучить дополнительную способность. Чем больше верных помощников будет вашей команде, тем больше способностей будет вам доступно. Шепард может пройти этот курс несколько раз. Каждый раз по завершению курса Шепард получит новую способность, на которую перейдут уже потраченные очки умения. Ну, почему бы не попробовать это сделать? Я не помню, что это дает. Вот светошумовая граната, вы бросаете гранату, находящуюся... У нас еще небольшой урон и обездвиживающиеся цели. Давайте попробуем. Все? То есть я прошел курсы и все? И... и все? И это все? Серьезно? Боже ты мой. Ладно, улучшение брони нам, в принципе, кроме щитов здесь ничего не надо, по-моему. Ну, пока... Пока что не будем это делать. Ладно. Так, давайте вот как раз посмотрим, что за новые умения. Отряд. Четыре очка. Да, светошумовая граната у нас, соответственно, появилась. Теперь мы можем ее бросить. И у нас есть зажигательные патроны и крио патроны. Нам нужны зажигательные второго уровня и, по-моему, крио патроны... Короче, смотрите, мы приобретаем ранг здесь-здесь и приобретаем ранг здесь. Вот. Крио патроны могут заморозить и сделать его уязвимым. В общем, длинность эффекта до тех пор, пока цель не будет, наложен другой эффект. Ну, да, логично. Одной очко отряда. Так, прожигает броню. Вот здесь вот роботы, соответственно, самые такие веселые цели, да. Здесь... Я не помню, кстати, кто по ним... Для них являются самыми уязвимыми, но... Заморозка целью и длительность... Для всего отряда. Нет, я думаю, что вот все-таки первое лучше будет. Ну, ладно, это мы уже будем смотреть по ходу дела, а пока что давайте сохранимся на всякий случай, поболтаем с ней. А, ну и, кстати, да, теперь мы можем ходить в этом платье по корабле. По кораблю. По корабле как-то странно прозвучало. Ладно, так. Статус команды. По-моему, мы, кстати, можем для Касуми внешний вид поменять. Да. Теперь он может быть вот в таком красном. Ну, я не знаю, мне всегда вот этот нравился больше. Короче говоря... Ну, во-первых, нам добавился новый человек, который может делать перегрузку Дарсини и свет-шумовую гранату. А, помимо прочего, когда мы выполняем какую-то цель наших ребят, то есть, когда мы делаем что-то... Ну, как вам сказать? Короче, когда мы выполняем их миссию, они могут меняться. Да, то есть, ну... У них внешний вид появляется. Так, ладно, улучшения мы сделали, непрочитанные сообщения. Давайте прочитаем. Визор, тень, снайпер, блаба-блаба. Короче, здесь все то же самое. Углубленная боевая тренировка. Не хочу пока. Я не помню, что она дает и дает ли она вообще хоть что-то. Поэтому просто побежим к Джокеру и... Ну, так вот. И покажемся Джокеру, как мы теперь круто выглядим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Маленький Джокер, который просто не может спокойно работать с компьютером. Он постоянно... Ну, серьезно, Джокер ведет себя как ребенок. Ну, да ладно. Так. Насколько я помню, мы наконец-то можем заменить пистолет на... более полезную для меня штуку. Это самый мощный пистолет, по-моему. Ну, или один из самых мощных. А, нет. Вру. Не пистолет, да? На замену пойдет штурмовая винтовка. А я не хочу ее менять. Мотыга, мститель... Нет, стопа. Что же у нас... Что же у нас пойдет на замену-то? Что он заменяет, кстати говоря? Или он... Да нет, вроде не гранатомет. Только не говорите мне, что... А! Дробовик Катана. Ну, ладно. Окей. Так. Ну, можно с ним поговорить еще. Окей. Так, кстати, насчет улучшения Нормандии. Давай-давай. Ну, собственно, иногда они могут нам предложить что-то от себя. Иногда нет. Ну, в данном случае они нам не могут ничего предложить от себя. А, нет. Доступное исследование. Тяжелая броня. Модификация корабля, получается, да? Тяжелая броня корабля. Во! Палладий. Броня Solaris, производство Azari, смонтирована на корпус корабля. Она помогает сохранить целостность корпуса даже в том случае, если щиты будут пробиты. Короче говоря, если мы до конца полностью здесь... Все-все-все-все-все-все. Все-все-все усовершенствуем, то у нас будет все круто. Шепард, как могу я помочь? У тебя есть минуты, чтобы поговорить? Не в момент. Думаю, что я улучшил коллектор интересных людей. Погоди, нет. Только один сердце. Кроуган тоже. Уберите это. Ничего еще? Да, улучшение. Уберите какие-то идеи на других способах, чтобы подготовиться для коллекторов? Извините, я сделал то, что я могу. Я сейчас участвую на коллектор технику. Я позволю тебе работать. Мы здесь, если ты нужна. Окей. В общем, они нам могут, как я уже сказал, давать какие-то различные улучшения. Сейчас мы пойдем к Гарусу. Посмотрим, может ли он дать нам какие-нибудь возможные плюшки, которые он может предоставить из разряда, например, улучшенных орудий. Потому что Гарусу у нас отвечает именно за это. Ну, попутно сюда зайдем. Ммм. Вы неразговорчивы сегодня. Даже как-то странно. Старборда-обсервативная пляжа закреплена, пока нужна. Ну да. Акцесса к жизни поддержки будет ограничена. Ну ладно, поговорим с кассами, возможно, нам скажут что-то новое. Гарусу. 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 Давай-давай. А, ну и естественно здесь можно выпить, если что. Как я уже, собственно, говорил. Хм. Ну или не пить. Можно даже смешать. Но это, по-моему, будет опасно. Я, кстати, никогда не смешивал, по-моему. И что же у нас получилось? Мы смешали голубое с рыжим и получили что-то, что нас чуть-чуть вылило из себя. Можно, кстати, еще, еще, еще это делать. Я не помню, кстати, влияет ли это как-то на нашего персонажа. Ну, в смысле, будет ли он совсем пьяным. Рупер, у нас есть что-то разное с сегодняшним мясом. По-моему, как ты вложил больше еды и меньше ас. Да, да, продолжай говорить. Шутники. Как я могу помочь тебе, командир? У тебя есть все, что ты нуждаешь? Абсолютно. 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 Как быстро Шепард тезвеет, вы заметили? Ну да, мы же улучшили уже у Гарриса все, что могли улучшить. Ладно, давайте подойдем к последнему человеку здесь. Модификация корабля, обзор, улучшенный сканер минералов. Во! Во! Вот это вот мне и надо. Интегрированная технология планетарной разведки, научной группы. Ой, теперь будет намного проще все находить. Боже ты мой, спасибо тебе, спасибо тебе, Миранда, ты прям мне сильно помогла. Так. Вот, вот, за вот это ей прям, ой, спасибо, ой, спасибо, мне это так пригодится. Ну, короче говоря, мы теперь быстрее будем все находить и... Блин, вот без этого улучшения реально как-то хреновенько. Так, а у них, по-моему, никаких улучшений. Ну да, у них никаких улучшений нету. Кстати, возможно, по-моему, 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 опять-таки, Джек нам тоже должна о каких-то улучшениях сказать, но я плохо это помню. Ну, я не знаю, что-то, 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 что-то. Что-то, что-то, что-то? Я научал обживаться, как ты не бежал? Быстро бы думали, что ты и в кол культе. Это обычно в том, что у компании много правил. Я хочу ответить, о том, что операторы, секси, и... Ну, переходить к проще. По-моему, верно. Это по-моему, но это было всё облачение. Они хотели выркать колонии, поздираться с Секками-делом, и сказать, кто их брать в кольте? Они просто как остальные. Не говорили мне какую-то Plaza. Продолжение следует... 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 Это броня, а здесь вроде пока новых не придумали, да? Шлем оставим визор, материал оставим такой, он ничего не меняет узора, ну в принципе да, все меня устраивает. О, у нас оказывается есть душ с туалетом, даже водичку смыть можно, прикольно, даже зеркалье себя увидеть. Я кстати не знал, что здесь есть душ, не, ну то есть я конечно предполагал, но, знаете, как-то не думал об этом. Так, ну что ж, вроде со всеми пообщались, пора бы к какому-нибудь заданницу приступить, правильно? Ну скорее всего мы не успеем сделать много, но постараемся. Вот, как вы видите, я уже соседнюю систему разведал, на цитадель мы по-моему сейчас не полетим, потому что делать нам там нечего, завербовать Крогана пока рано, местное скопление. Давайте полетим в местное скопление. Я вот правда не помню что там. Ага. Ага, 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 ага. Ну ладно, мы все это... А, земля, слушайте. Я понял, что это за местное скопление. За продуманной информацией обратитесь к стандартной галактической энциклопедии Альянса, орбиты Земли сильно замусорена, отработанными ступенями ракет-носителей на высоте свыше 85 километров рекомендуется использовать кинетические барьеры. Короче говоря, загадили мы, как обычно, свою планетку, мама не горюй. И, естественно, в местном скоплении. Ну, то есть мы можем побывать как бы здесь, но особого смысла в этом нет. Так, ладно. Расследовать проект Властелин. Также есть Омега, которая у нас полностью не исследована. Защитите контрабандный товар, естественно, который, как вы помните, я говорил, что мне пока рано выполнять, потому что у меня нет нужных улучшений как для меня, так и для моего отряда, так и для некоторых моих вещей. Поэтому я думаю, что рано-рано мне это делать. И в связи с этим я буду сейчас пробовать выполнить проект Властелин. Насколько я помню, как раз это мне сейчас под силу. А потом будет видно. А потом будет видно, друзья мои. Так, спускаемся. Расследовать проект Властелин. Все планеты я, естественно, как и всегда, сделаю без вас. Единственное, я, наверное, просто покажу сейчас, как работает... Я сказал, покажу. Нет? Давайте попробуем на вот этой планетке. Выход на орбиту. Запуск сканера. Посмотрим, как работает сканер. Насколько я помню, он сейчас будет более интенсивно находить различные фишки. Видите, он, ну как сказать, он находит больше различных плюшек. И он их быстрее находит. Ну, примерно вот таким же способом мы будем сейчас добывать все остальное, но будет все, естественно, без вас. Потому что если я это буду делать с вами, это видео затянется и вам не будет интересно. Также много людей говорило про то, хорошее читать про планеты. Я читаю теперь только планеты, на которой мы приземляемся. Ладно. В общем, айты. Похожая на Землю, планета обитаемой области, на которой просто стираются от джунглей до тундры. Кроме того, у нее имеется система бледных колец. Редкость для планеты, не относящаяся к классу гигантов. Кольца состоят из камней до метра в диаметре и широкого облака пыли, удаленного на 23 тысячи километров от центра Земли. Ну, планеты, соответственно. Кольца, тем не менее, кольца, тем не менее, меркнут на фоне литы крупнейшей из лун Айте. Лита находится на нестабильной орбите и упадет на планету в ближайшие два столетия. Из-за того, что любая деятельность на Айте должна быть свернута до этого мгновения, размеры поселения и объем инвестиций значительно меньше, чем на других планетах этого же типа. Вот такие вот дела. Потому что планета находится в довольно опасном состоянии. Ладненько. Давайте с вами что-нибудь сделаем на этой планетке. Так. И возьмем мы с собой все-таки Гаруса и все-таки Мордина. Несмотря на то, что лучше было бы взять Джек либо Касуми, но все-таки я предпочитаю вот этих двух ребят. Ладно. Нам в любом случае ему нужно качать оглушающий выстрел без вариантов. Мордину нам в любом случае нужно тоже качать воспламенение тоже без вариантов. Потому что, ну, пока мы это не сделаем, как бы, мы не сможем прокачать им следующее умение. Иначе не получится. Что касается их оружия, я, в принципе, всем доволен. У них стандартное оружие стоит и все круто. Потом поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хм. Если говоришь поторопиться. Естественно, мы не можем сразу попасть к этой консоли, куда нам, по-моему, и надо. И нам придется пробираться как-то по-другому. За нами уже наблюдают камеры, что не есть, естественно, хорошо. Поэтому... Дело такое. Так, все-таки, да, я помню, что здесь что-то есть. Поэтому надо сюда переместиться Тысяча палладия лишним, как говорится, не будет Так, ребят, давайте вы сменитесь Ты на это, ты на это И будет все замечательно Потому что Гарус лучше стреляет со снайперской винтовки Мордин с пистолета Она будет наносить больше урон Почему она не закончила фразу И? Окей Мы можем открыть дверку Так, ладно Здесь ничего нету Давайте перепрыгнем Кредиты Ну и пениселин Так, ладно Проходим дальше На всякий случай, сохраняемся Так, экранчики, экранчики, экранчики Здесь что-то можно сделать Оп Убираем антенну Отличненько Вы поняли, да? То есть Ну короче говоря Ничего хорошего нету Ну смотрите Мы потихоньку понимаем Ну, я не знаю Как бы как вы Вот видите Ви уже здесь Как бы он Полностью захватил управление Он полностью наблюдает только за нами И это ничего хорошего не сулит Если мы будем передвигаться По-моему, камеры будут за нами двигаться И смотреть Ну, как вот вы видите Да? То есть они никуда в другое место не двигаются Они смотрят ровно за нами И шутка юмора в том Что, как мы понимаем Земные ученые, как всегда, накосячили И решили поиграться с тем И решили поиграться с тем До чего у них не хватает Ни мозгов Ни возможностей А именно С искусственным интеллектом Который Намного мощнее Больше, чем Они могут себе позволить В общем, не умеют они с ним обращаться Геты Серьезно Здесь Окей Ау Так Вру У нас Особое блюдо для геттов Огненное О, разрушитель Давно тебя не видел, чувачало Короче говоря Геттов лучше убивать Как раз таки Вот Огненным Оружием Потому что оно реально На них действует Намного Мощнее Правда, с разрушителем Будет все равно Сквозновательным Пару устрелов Дробовика В принципе Хватает Правда, Мордин Все равно Сдох Но это Мордин Это нормально Так, ладно Здесь вроде Больше нет Ничего Нужно Посмотреть Повнимательней Там где-то бойцы Ничего хорошего Нету В этом Так Надо как-то их Вырубить Немножечко Да не меня Ее просто А их Пожалуйста Так Я понимаю Что Мало Они Че Нанесут Конечно Ау В тот момент Когда ты постоянно Промахиваешься Такую Аху Короче Да И у тебя Проблема В тот момент Когда он Прав 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 Пробле Тихо Беги Наверх Нет Только не вздумай Умирать Дура Только не вздумай Умирать Вот вообще Сейчас не нужно Это Так Отлично Хоть так Надо его добить Будет Сейчас Замечательно С ними Расправились Но с этими Как-нибудь Тушь тоже Щитов Конечно Сложновато Думаю Мы справимся Так Как видите Ребят Уже Стало Намного Проще Справляться С вражинами Ну то есть Понятно Что они все равно Навешивают По морде Но хотя бы Не так сильно Как навешивали бы Раньше Например Понятно Надо будет На кухню За особым Обедиком Заглянуть Так Давайте-ка вы Сгарите Спасибо Спасибо Так Еще Минус Один Этого Пока Рано Установили Броню Ничего Нифига Все Хорошего Я понял Так Надо чувачка Вырубить И мордой Нас Собой Забрать Морда Морда Видимо Неживая Немножко Все потому Что где-то Здесь есть Вражина Которую Я не успел Убить А именно Вот она Она А еще Там Не Одна Так Надо Приключить На Более Совершенное Оружие Так Сказать Главное Убили Вот Этого Так Хорошо Остальными У нас Особо проблем Как я говорю Не возникает У нас В принципе Проблем Особо Не возникает Да ладно Ух ты ж Сказал я Не возникает Проблем А как-то Что-то Они возникли Немножки Давай Гарус Докажи Что ты Круче Так Спрятаться За другой диван Ну давай Вылезай Падла Люблю Когда вы горите Поегеты Так Влайв Придется Перейти Вот сюда Иначе Я его не убью Ну и этого Завтра Тоже Не убью Так Надо быть Аккуратнее Гарус Молодец Нету этого Оружия Так Здесь Используется Вот это Оружие А Блин Я забыл Я вам наврал Ребят Здесь самое хорошее Вот это Оружие Ну в смысле Шоковые По Нашим дорогим Друзьям Они огненные Как я подумал Изначально Ну бывает Я же не могу Помнить всего Правильно Так 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 Сейчас соберем Все патрошки И будем довольны И рады Нам как раз Вот сюда Значит Нам сюда Не надо И надо будет Обследовать Все вокруг Так Подбираем Кредиты Нам нужны Патрончики Нам тоже нужны Элементы Для Сверхоружия Нам тоже Нужны И Дайте мне 450 кредитов Украли У бедных Ребят Даже как-то Обидно За них Ладно Эмм Кстати говоря Я вот не помню Но дайте По фану Попробую Сделать Вот это Ха Я могу Отменить За собой Слежку Скажем так Ну Как вариант Как бы Да Наверное Сейф Который Не запер Ну Замечательно Что ж Я собственно Хочу вам Сказать Дорогие Друзья Что скорее Всего Это Конец Этой Серии И Боевые Действия На сегодня Заканчиваются Так сказать Поэтому всем Спасибо за Внимание Продолжим Следующей Серии Всем удачи И пока Пока Дорогие Друзья Продолжение следует